Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. С вами Анастасия Борисова. И вот главные темы к этому часу. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил огромный туристический потенциал двух Алтаев, но подчеркнул, что инфраструктура пока недостаточно развита. Метровую Библию создают в Алтайском крае. Этот проект реализует барнаурский священник Александр Микушин. В училище Олимпийского резерва заработал спортивный интернат. В чем секрет успеха и как туда попасть, расскажем через несколько минут. Премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в регион пообещал сохранить механизм поддержки агрария в виде субсидирования стоимости техники. Продолжится и поддержка инновационных производств, например, выпуска топливных систем для современных дизельных двигателей. О чем еще договорились председатель правительства страны и руководители промышленных предприятий края в материале Глеба Полянского. Действительный десант во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным прибыл на Алтай, в том числе, чтобы определить основные факторы развития ключевых отраслей экономики. Поэтому неудивительно, что совещание с участием представителей Союза промышленников и правительства Алтайского края решили провести на площадке Алтайского завода прецизионных изделий, инновационного предприятия, которое занимается выпуском современной топливной аппаратуры. В минувшем году на конвейере КАМАЗа более 6,5 тысяч грузовиков оснастили топливной аппаратурой алтайского производства Алтай Common Rail System. АЗПИ получил около 200 миллионов рублей господдержки на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Впрочем, директор завода и председатель правления регионального союза промышленников Виктор Герман считает, что этого недостаточно. Михаил Мишустин заверил, что государство заинтересовано в развитии важного производства, которое конкурирует сегодня с мировыми брендами – Bosch, Denso и другими. Эту тему премьер пообещал дополнительно обсудить с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Мы обязательно поговорим с Денисом Валентиновичем по возвращению, как еще можно помочь. Здесь вы правы, здесь надо комплексно посмотреть на весь объем рынка, но прецензионные изделия, которыми вы занимаетесь, конечно, это гордость в том числе. Это здорово, что на сегодняшний день в России способны создавать. Пятерку мировых может быть. Да, и обязательно по импортозамещению нужно продолжать эти программы. С просьбой сохранить механизм поддержки агрария путем субсидирования стоимости сельхозтехники обратилась к премьер-министру гендиректора Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения Татьяна Филидова. Мы понимаем, что аграрии работают в очень сложных условиях, и иногда с платежеспособностью могут быть какие-то проблемы временные. И вот здесь очень хорошо, конечно, помогает поддержка государства. По постановлению 1432 наши аграрии могут компенсировать часть стоимости техники. Я от лица всех машиностроителей, всех сельхозмашиностроителей очень прошу эту реально работающую меру поддержки оставить и не сокращать объемы финансирования. Михаил Мишустин отметил, что субсидия зарекомендовала себя как отличный инструмент, чтобы поддержать и покупателей, и продавцов, и самое главное, производителей отечественной сельхозтехники. Я считаю, что импортозамещение – непростой процесс, и то, что сегодня происходит, как раз мы видим, насколько эта мера эффективна. Я очень достаточно большое количество уже сельхозпредприятий, где производится сельхозтехника, посетил, и все об этом говорят. И мера эта будет продолжена, даже не сомневайтесь. Российский премьер также заверил участников встречи о намерении правительства продолжать покрывать транспортные расходы производителей. Это особенно актуально для Алтайского края – региона, удаленного от основных и особенно зарубежных рынков сбыта продукции сельхозмашиностроения. Субсидирование затрат позволит промышленникам снизить издержки, а значит, стимулирует на освоение новых рынков и оставит простор для дальнейших конструкторских разработок. Глеб Поленский, Анатолий Коваленко, новости. После рабочего совещания с руководителями промпредприятий региона Михаил Мишустин провел рабочую встречу с губернатором края Виктором Томенко. Они обсудили общее социально-экономическое положение края и реализацию индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития региона. Виктор Томенко поблагодарил премьер-министра за поддержку, которую оказывают федеральные власти региону. В ходе рабочей поездки такое внимание в проблемах и социальной сферы, и экономике края, оно для нас очень важно. Одним из важных результатов стала передача на федеральный уровень дороги в направлении на Казахстан. Для крыльевого бюджета это означает экономию 300-500 миллионов рублей, которые направлялись ежегодно на содержание дороги. Сегодня Росавтодор этой дорогой занимается. По качеству всегда к ним нет вопросов с точки зрения содержания. И аварийные участки, участки, которые требуют реконструкции и модернизации, сегодня они в плане ремонтных работ. И уже Автодором запланирован 1 миллиард 200 миллиардов рублей на этот год на вложение в эту дорогу. И в продолжении темы. Сегодня Михаил Мишустин провел в Горно-Алтайске рабочую встречу с представителями туристического бизнеса на тему развития туризма в Республике Алтай и Алтайском крае. Во встрече приняли участие губернатор Виктор Томенко. На ней презентовали новые туристические проекты Алтайского края. Обсудили создание курорта Белокуриха-Горная, проект горнолыжного комплекса «Бирюзовая Катунь». Михаил Мишустин отметил огромный туристический потенциал Белокурихи, Бирюзовой Катуни и Денисовой пещеры, Телецкого озера. Но подчеркнул, что инфраструктура пока недостаточно развита. Именно поэтому мы сегодня готовим проект, новый национальный проект по поручению президента, национальный проект в сфере туризма. И уже до начала апреля мы должны все основные его параметры рассмотреть. И я очень надеюсь на сегодняшний также разговор. Мы внимательно прислушиваемся ко всем предложениям, которые есть у вас в регионе. 7 тысяч социальных контрактов заключат в Алтайском крае в этом году. Они помогут нуждающимся выйти из кризисной ситуации и преодолеть бедность. Финансирование проекта обсудили в Барнауле на рабочей встрече с министром труда и социальной защиты России Антоном Катяковым. Помощь по социальным контрактам оказывают только в 20 регионах. Алтайский край в числе участников пилотного проекта. Он стал одной из главных тем обсуждения на рабочей встрече с министром труда и соцзащиты России Антоном Катяковым. По соцконтракту государство безвозмездно предоставляет деньги, помогает найти работу или открыть свое дело. Гражданин обязуется улучшить материальное благополучие своей семьи. Я искренне верю в этот инструмент. Я считаю, что это как раз то, что позволяет нам точно, конкретно с гражданином формировать индивидуальный его трек выхода из той сложности жизненной ситуации, в которой он находится. И на следующий трехлетку ежегодно мы предусмотрели более 240 миллионов рублей. Социальная сфера края развивается. Регион участвует и в других пилотных проектах. А в 2020 году, несмотря на пандемию, в реабилитационном центре «Журавлики» открылся новый корпус на средства краевого бюджета и Пенсионного фонда России. Министру Антону Катякову провели экскурсию по единственному спецучреждению в крае, где не только дети, но и взрослые с инвалидностью могут получить комплексную и социальную реабилитацию. 2020 год был достаточно сложным. Он был наполнен различными вызовами. Но система продемонстрировала свою работоспособность. И не только работоспособность, но и возможность адаптироваться к тем вызовам, которые есть. Мы достаточно слаженно перешли по многим выплатам на новый формат работы, по многим мерам социальной поддержки, вообще по организации, внутренней организации работы в наших ведомствах. В планах на этот год заключить 7 тысяч соцконтрактов в регионе. На эти цели выделено 244 миллиона рублей из федерального бюджета. В 2020 из 3 тысяч семей, заключивших контракты, 1 тысяча смогла преодолеть бедность. Анастасия Меншакова, Алексей Шаульский. Новости. Метровую Библию создают в Алтайском крае. Этот проект реализует барнаульский священник Александр Микушин. Подробности в сюжете моей коллеги Юлии Шеламовой. Библия в красках. Так называется новый проект Александра Микушина. На протяжении нескольких лет отец Александр посещал детские дома и диспансеры. Эти встречи проходили в православные праздники. На них дети узнавали о божественных чудесах и исцелениях. Но детям сложно было читать тексты и смотреть иллюстрации в одной маленькой Библии. И отец Александр нашел выход. Мы нашли контурную Библию, распечатали ее и сделали такие большие листы. Мы планируем с помощью, с участием детей расписать все страницы этой Библии, сшить ее и сделать обложку. И вот приезжать также в детские учреждения, в Пасху, в Рождество и в другие праздники. Но сейчас период пандемии, понятно, сейчас мы не можем, но пока занимаемся росписью. Размер страницы будущей Библии – 1 метр на 70 сантиметров. Роспись будет проходить в арт-галерее Бандероль. Лики святых будут расписывать профессиональные художники. А мне и детям достались пейзаж и облачение. Каждому описанному в Евангелии празднику соответствует икона. Благодаря большим размерам страниц дети смогут не только хорошо рассмотреть изображение, но и самостоятельно прочитать текст. Первое событие – Благовещение Деви Марии о том, что у нее родится Иисус Христос, Спаситель мира. Два текста – на церковнославянском и на русском. Отец Александра задумывается о создании и других экземпляров Библии большого формата, которые можно будет передать в районные центры. Юлия Шаламова, Денис Кузьменко. Новости. Год назад в училище Олимпийского резерва заработал спортивный интернат. Ребята первого набора, юные грибцы, сейчас учатся в седьмом классе, но уже успели завоевать спортивные разряды. В чем секрет успеха интерната, расскажет Дмитрий Дроздов. У спортивных школьников все как у обычных. Уроки по расписанию, выполнение домашних заданий и время для отдыха. Разница лишь в том, что в школу они не ходят, а учатся там, где живут – на территории училища Олимпийского резерва. Ну, дети вообще находятся, конечно, в идеальных условиях. Набрали мы их с 1 января 2020 года. Питание, комфортное проживание, образовательный процесс, тренировочный процесс под руководством профессионалов высокого класса. Это поездки на соревнования, полностью инвентарь бесплатный. То есть все бесплатно. Спорт-интернат берут не всех. Счастливчиков долго искали среди ста школьников из 17 районов края. Отбор проводили тренеры по гребле. На сегодня это общая физическая подготовка. Ориентация на этот вид спорта обусловлена появившейся в крае инфраструктурой и талантливыми тренерами. Один из них – Руслан Мамутов. Родом из Крыма входил в состав сборной России. Согласился приехать на Алтай, когда узнал о больших планах по развитию этого вида спорта в регионе. За год работы в интернате провел уже два набора детей. Пятеро из них выполнили второй юношеский разряд. И мечтает попасть в состав сборной страны. Я увидел, какими темпами и какие невероятные вещи в развитии гребли здесь двигаются. И мне захотелось это видеть, скажем, изнутри и быть как-то к этому причастным. Потому что то, что проходит здесь в рамках развития, это, не знаю, ну, в мире такого нету точно. И не знаю, будет ли дальше. Я должен присутствовать. Я должен это все видеть. Это невероятные простые вещи. Ну, то есть, простым обывателям этого не оценить. Ну, я думаю, если будут какие-то, как сказать там, условия для тренировок, допустим, там, зимой ездить на сборы, допустим, в Краснодар, там, то на воде, чтобы быть, то в ближайшем времени получится. Обучаясь в интернате, дети укрепляются физически и эмоционально. Новый набор начнется после этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каное, который состоится в мае этого года. А после 9 класса юные спортсмены смогут легко поступить в училище Олимпийского резерва. Там и до попадания в состав сборной России. Один шаг. Дмитрий Дроздов, Алексей Шаульский. Новости. 6-7 марта в Барнауле на стадионе Клевченя пройдут мотосоревнования на льду. В 80-х зрелищные заезды собирали многотысячную толпу на стадионе «Локомотив». Но в начале 90-х вместе с Советским Союзом развалился ДОСАФ, а затем и мотоспорт на Алтае. В прошлом году впервые за 37 лет состоялся мотозаезд в Барнауле. Соревнования обойдутся в 700 тысяч рублей. Деньги пойдут на заливку льда, чистку от снега и на топливо. Частично расходы компенсирует региональный Минспорт. Зрители ждут к 12 часам на стадионе Клевченя вход 100 рублей. И на этом я с вами прощаюсь. В студии была Анастасия Борисова. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте katun24.ru. Не переключайтесь.